Всем привет! Я очень рада, что вы зашли на мой канал и сейчас смотрите это видео. Вот подходит к концу 2019 год, а это значит, что пора подвести его итоги. Ну а перед тем, как я начну подводить итоги, я хочу вам рассказать о своем инстаграме. Подписывайтесь, там я рассказываю о своей жизни, выкладываю разные опросы насчет видосиков и вообще много всего-всего. Жду вас всех там. 2019 год начался очень тяжело для меня, а начался он конкретно с потери компании. Я хочу рассказать небольшую историю об этой компании. Лето 2018 года было лучшим в моей жизни летом. Именно в это лето я обрела небольшую, но очень крутую компанию. Все мы были с одной школы, параллель, все дела. Но в сентябре мы все разошлись, поступили в разные колледжи, там кто куда. Да, подходит к концу осень, мы все меньше, меньше и меньше общаемся. Зимой 2019 года общение прекратилось полностью. Это первое, что заделало меня в 2019 году. После этой самой потери начались ссоры с моим бывшим молодым человеком. Знаете, вот просто на протяжении месяца каждый жил просто вот сам по себе. Он со своими друзьями на тот момент, а я со своими недодрузьями. И что вы думаете, весной 2019 года следует потеря вот этих недодрузей? А следом за ними расставание с парнем. Наверное, именно весной этого года у меня все конкретно перевернулось. Все мои мысли. Я встретила человека, который полностью их поменял. Просто направил в другое направление. Открыл мне глаза. Реально. С этим человеком мы гуляли ежедневно. Почти. Ходили просто до хрена и больше. В этот момент я, кстати, похудела. Но ненадолго. Но и с этой историей все сложилось не очень. К концу весны 2019 года наше общение закончилось почти на 4 месяца. Этого человека я могу назвать своим другом. Я не знаю, как считает он. Я безумно благодарна этому человеку. Хоть мы и особо не общаемся. Лето. И вот, казалось бы, оказавшись в новом кругу общения, все могло бы сложиться круто. Я до сих пор помню вот эту вот тоже компанию, с которой мы катались с ночи до утра на машине. Встречали рассветы и закаты через окно машины. Меня просто могли забрать посреди ночи. Кстати, именно летом я более-менее научилась ездить на машине. На самом деле было много моментов. Ну а и тут в середине лета все закончилось. Все просто резко оборвалось. И теперь, знаете, просто вот на данный момент все делают вид, что не знают друг друга и особо никто ни с кем не общается. То есть дело тут было не во мне, просто каждый разделился и пошел по своей жизни. Наверное, лучшее, что случилось за этот год, это возобновление общения с двумя моими подругами. Одна подруга, она с Москвы, и мы не так часто видимся и общаемся. И вообще общение больше прекращалось из-за того, что я состояла в отношениях. А с другой подругой мы просто перестали как-то в восьмом классе общаться. Но сейчас мы по сей день гуляем, и это круто. Уже в октябре я смирилась с потерей всех тех людей, которых я знала, и просто их отпустила. На самом деле я благодарна, что все так обернулось, потому что если бы не вот эти вот все события, не было бы меня сейчас. Настоящий меня. Было много переживаний, предательств, ссор и лжи, но именно все это построило меня сейчас. Это конкретно научило отсеивать меня людей. Да, я действительно заметила, что я очень сильно изменилась не внешностью, а характером и вообще жизненной позицией. Прежде чем впустить человека в свою жизнь, спроси себя, а делает ли он тебя счастливой, а сможет ли он это сделать. Действительно ли я хочу общаться с этим человеком? И только после этого ответа на вопрос, начиная общение, я научилась наблюдать, наблюдать за людьми, за их поведением. Нужно принимать реальность. Я научилась принимать реальность, потому что раньше я все драматизировала, романтизировала. Я, знаете, я просто слепо не видела элементарных вещей. Также у меня появилось чувство ответственности, хотя иногда оно пропадает. На самом деле это моя сейчас цель, потому что все, за что я берусь, все, чем я загораюсь, в итоге просто пропадает. Пропадает эта ответственность. За 2019 год у меня два раза случалось эмоциональное выгорание. Это очень тяжело для меня, потому что это реально трагедия для всего, чего я делаю в соцсетях. Просто вся моя статистика идет вот так вот вниз, по наклонной. И мое выгорание не длится меньше двух месяцев. То есть оно длится и больше, больше, и больше, и с каждым разом все больше. В это время у меня нету роликов, нету тиктоков, нету вообще какого-то настроения даже на дизайн. Я отдаляюсь вообще от всего, в принципе, даже от какого-то общения. Я просто сижу дома и ничего не делаю. Я поняла, что самые ценные и дорогие люди в этом мире это твои родные и близкие, и особенно родители. Никто, никакие друзья, ну вообще никто не заменит их. Из своих целей 2018 года на 2019 год я выполнила все, что хотела. И теперь пора поставить цели на 2020 год. Сейчас я могу открыто сказать, что я счастлива. Мое душевное состояние сейчас полностью балансирует. У меня полностью поменялись ценности в жизни. И я действительно рада, что хотя бы к концу этого года все наладилось. По итогу я нашла частично, чем я хочу заниматься в будущем. И вообще нашла себя. Этот год перевернул меня полностью. И точнее, я могу сказать даже, что это сделал один человек. А все остальные события это лишь фоновое. На 2020 год у меня только одна цель. Развиваться и двигаться дальше, не опуская руки. А еще мне не верится то, что прошло десятилетие. В следующем десятилетии все. Ну все, мы будем уже взрослыми. Столько всего еще пережито и еще больше всего впереди. Не, ну действительно, вспомните все, что было за вот это десятилетие. Наверное, мы последнее поколение, которых было действительно крутое детство. Потому что все, что творится сейчас, вспоминая свинку Пеппу, но это полный кошмар. Нет, конечно же, у меня есть пару целей на 2020 год, которые я хочу точно выполнить. Но это больше относится к покупкам, может быть, к каким-то поездкам. И вообще это все зависит от финансов. Возможно, покупка собаки. Но опять же, к собаке нужна ответственность, которая у меня хромает. Но я надеюсь, я над этим поработаю и все будет отлично. Конечно же, нормально закончить второй курс и перейти на третий. Ну что ж, вот такие итоги и планы 2019 и 2020 года. Достаточно многие спрашивали, как вот, ну вот как, как ты заставила себя измениться. Но я не заставляла, ребят. Это последствия года, последствия событий. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я всех очень люблю и уважаю. И всем пока-пока. Продолжение следует...